Как говорится, медицинский факт. Во всем мире и у нас в стране тоже заболевания сердца и сосудов по смертности занимают первое место. Открывается много сосудистых центров экстренной помощи, где людей спасают, вовремя проводят необходимые операции. А вот вопросам восстановления после таких процедур внимания уделяется в разы меньше. В больнице МИД России решили это исправить и открыли в этом году новое направление – реабилитационное. В нашей больнице мы решили как раз открыть такое восстановительное лечение для пациентов, которые перенесли острый инфаркт миокарда, стентирование, аортокоронарное шунтирование или другие операции на сердце. Эти операции пациент мог сделать в любом медучреждении, а за восстановительной программой обратиться уже в больницу МИД. Курс рассчитан на 14 дней. Врач-кардиолог определяет степень двигательной активности пациента, его физические возможности и составляет план восстановительного лечения или реабилитации. В этот план включаются, во-первых, ежедневные тренировки, занятия с профессиональным инструктором лечебно-физической культуры, занятия на современных тренажерах. При необходимости используются какие-то дополнительные тренажеры, если это нужно. Ну и, конечно же, проводится контроль кардиограммы, узи сердца, нагрузочные пробы, трэдмил-тест, холтерское мониторирование кардиограммы, суточное мониторирование. Одна из процедур называется трэдмил-тест. У пациента снимается электрокардиограмма и контролируется артериальное давление во время ходьбы по движущейся дорожке. Так проверяется работа сердца при дозированной физической нагрузке. Встаем и идем пошире. Широко и медленно. Программу реабилитации могут входить самые разные физиотерапевтические процедуры. При необходимости проводятся дополнительные методы обследования. Основная задача, говорят врачи, увеличение физической активности пациента без нанесения вреда сердцу и сосудам. Тренажеры, казалось бы, знакомые каждому поклоннику здорового образа жизни. Находится этот зал в больнице МИД. Вот только занимаются здесь не спортсмены, а пациенты, которые проходят реабилитацию после острых кардиологических или неврологических заболеваний. В этом зале пациенты проходят физическое восстановление, но часто им требуется и психологическая помощь. Люди, впервые столкнувшиеся с серьезным заболеванием, испытывают значительный стресс. Особенно это касается молодых, а инфаркты и инсульты, к сожалению, все чаще случаются до 30 лет. В этом возрасте человеку хочется еще и остаться трудоспособным. Цель наша не восстановить полную трудоспособность, а именно увеличить физическую активность. Но в частности, при возможности восстановить и трудоспособность человека. Если он работающий, если он хочет продолжать работать и самое главное, что если позволяет ему сердце. Ну а в целом программа реабилитации пациентов с заболеваниями сердца помогает им адаптироваться к дальнейшей жизни, к бытовым нагрузкам. По итогам они получают рекомендации по режиму питания, физической активности, лекарственной терапии. После операции, да, человек получил экстренную помощь, ему оказали эту экстренную помощь. Но дальше ему очень сложно понять, как дальше себя вести. И в нашей больнице, мы как раз в больнице МИД, мы помогаем с этим справиться, помогаем пациенту определиться, как дальше жить.